добрый день друзья подписчики канал гриша из брисбан австралии с очередным видео где все ведется без монтажа без редактирования говорим только о правде сегодня я хочу поговорить об овощах вроде бы о чем тут говорит овощи мы кушаем для витаминов некоторым овощи нравится к вкус но мы всегда идем выбираем свежие овощи и вот тут вот именно интересный момент который хотел обсудить до того как я начну если вы никогда не были на этом канале пожалуйста подписывайтесь ставьте лайк нажимал на колокольчик чтобы не пропустить ни одно из моих будущих видео я благодарен за просмотр давайте разберемся откуда приходит к нам овощи какая между ними разница и интерес который в принципе а многим которые не знают особенно в странах где зима где не выращивают овощи зимой откуда они берутся какие лучше овощи покупать и т.д. и т.п. давайте начнем с лета лето все знают что овощи можно пойти обратно на грядки пойти на на рынок пойти в магазин купить но немногие знают что не все овощи растут в земле очень дорого растить овощи в земле и очень много овощей последнее время выращивают таким называемым гидропоническим образом что это означает означает что в принципе по простому себе все это теплица и проблема не в теплице проблема что под каждый овощ под семечко или куда когда начинает вырастать дают ему воду дает минимальные какие-то удобрения и когда овощ готов когда он созрел его просто срезают срывают и все то есть выращивает без земли этот способ гораздо быстрее способ гораздо более контролируем то 6 контролирует температуру и удобрение которое получает растение ему давать достаточно количество света то растет все быстро в теплице нету никаких они нам не секомых ничего и получается так что если генетически модифицированный овощ выращивать в контура среди где все контролируется он растет быстрее он растет красивее его ничего не есть и если вы выложить на полку если взять допустим не совсем красивого овоща совсем красивый по психологии человек выбирает красивее который и вот в этом начинается проблема откуда проблема первое потому что скорее все красивый овощ в отличие от некрасиво будет генетически модифицирован там свои проблемы я даже не буду дойти если хотите поставить в интернете кого быть генетически модифицированные овощи и зерновые давай также поговорим к проблемам выращивать теплицы без земли дело в том что большинство витаминов и минералов которые мы считаем употребляем с овощей мы же для этого их потребляем да овощи не такие особо вкусные как бы вкусная пища мы же любим абсолютно более вкусную мы употребляем овощи потому что нам дают здоровье да если не употреблять овощей которые растут в земле мы не берем из этих овощей все что овощам дает земля как говорится чем накормили корову то и получили как мясо ли как молоко чем в чем выращивали овощи то и получили если земля загрязнена овощи будут загрязнены если нету земли выпустят то что им дали через то чем их кормили отдают им минимум дают чтобы быстрее росли и даю чтобы они росли красивее поэтому если у вас возможность из покупать овощи из не загрязненных мест из тех которые не были выращены тепличным способом из тех которые были так называемые органические выращены это означает что вообще без всех пестицидов и без всяких добавок которые нам вредны для здоровья покупайте их и вторая штука которая хочу прийти вот к этому у вас нету допустим зимой возможно купить свежих овощей и я считаю это супер почему то что немногие люди знают что овощи которые покупать его в морозильном отсеке в супермаркете они днем город не гораздо больше витаминов и минералов чем те которые вы покупаете с грядки почему в тот момент когда овощ сорвали или срезали в этот момент у нем начинается к называемый этот вот повреждение кислородом или оксидация вы же слышали об антиоксиданта да мы хотим чтобы наш организм и и продукты в котором ели не подвергались повреждению кислородом и вот это время от грядки до момента пока дошло до вас вы обработали а потом скорее всего поджарили или сварили и еще брали как минимум половину все что было полезно овощах овощи в лучшем случае будут просто без всякого полезного материала у них или очень маленьким а в худшем случае если не были выращены в загрязненной среде либо генетически модифицированы либо были очень много было всякими пестицидами и другими удобрениями добавлено будет еще и много химикатов поэтому когда вы смотрите на замороженные продукты и и очень многие люди просто не обращают них внимания этот продукт который был грубо говоря вы не знаете где он рос как и в скорее всего большинство овощей которые покупать и в магазинах но единственная вещь которую вы можете поверить это когда их сорвали чтобы дешевле всего это обходилось поставщику как только сорвали они сразу же там же разрезали помыли накрошили и заморозили в пакет когда овощ замораживают у него не происходит оксидации или повреждение кислородом если вы в замороженном виде купили у вас 90 процентов или даже больше возможности купить овощи самые свежие и поэтому этим видео я хочу изменить мышление человека овощ который красивый лежит на полке и красивый лежит долгое время это не означает что лучше для вас если вы покупаете овощи для вкуса для здоровья для всего что угодно но не для красоты покупайте овощи которые вы знаете откуда они пришли не обязательно самое красивое оси нету возможности купить свежие замороженные еще лучше даже скажу больше если сможешь купить так называемые свежие и замороженные одно и другое допустим брюссельская капуста или что такое я бы рекомендовал покупать замороженную потому что там больше витаминов и минералов если даже это пришло из той же самой грядки с которой свежие я очень надеюсь это видео помогло поменяет логику и поможет вам также и летом и зимой кушать свежую хорошую пищу свежие это значит равно замороженная большинстве случаев большое спасибо за просмотром подписываемся на канал ставим лайк и также смотрим остальные видео на канале нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить никакие мои будущие видео большое спасибо греша из брюсбина страны